Карты, схемы в полную краску. Дети, как у вас дела? Дети, я все еще ваша мама. Но она официально разрешила ходить с планшетом, с ноутбуком. Аплодируем. Аааа, записали. Котик, это вообще колледж или? Кот, кто у нас успешный ученик? Да я вчера акабанил, когда ты читал этот сшиток. Да, и что ты думаешь? Короче, это как в банковском договоре. Да, я выживала на курсе 114. Всем привет, вы на канале Наша Жизнь в Америке. Your life is my life. Давай, студеночки, расскажи, как ты расстроена. Ну, я не расстроена, понимаешь, ну просто, короче, ситуация какая. У нас здание есть, где child development, грубо говоря, там, другое по социальным всяким наукам. И я, когда у нас окончился, давай, наверное, по порядку день расскажу, потому что сейчас я вот так буду рассказывать. Точно так же, как у меня в голове. Сегодня был тяжелый день. Утром на географию я пришла нормально, ну, кстати, на географию вообще не рекомендуется опаздывать, потому что она ровно в 3 минут, она стояла, да, минут с 27, как мне показалось, на часы смотрела. Короче, она 100%, знаешь, где-то там, когда-то давно они с Сашей были родственники. Саша, мне тоже может в ванну постучаться и сказать уже 6-17, а ты типа еще в ванну или еще что-нибудь, знаешь? Ну, это не важно. В общем, она отчислила всех, кто сегодня не пришел в это время. Как отчислила? Отчистила? Отчислила, потому что сидят же люди, кто стоят в бейп-листе. А, не хватает? Да, не хватало мест. Офигеть. И те, кто на второй день не появился или опоздал, все сегодня стали резко свободны после проверки, так сказать, переклички. Но тут же она показала, какая она френдер. Короче, есть такая, извините, перебью. Есть такая система, что вот получается на этот класс могут зарегистрироваться, например, 30 человек. Открытых мест 43 в празднике. А хотят брать его 50 человек. 50. Вы становитесь, регистрируют, ну, кто первый зарегистрировался, тот попал. Зарегистрировался. Да. А те 7 будут стоять в листе ожидания. И если кто-то вот попадает в такую ситуацию, то ура, ты попадаешь. Но условия, даже если ты выйд в этой листе, то ты должен все равно ходить на уроки, пока, грубо говоря, того не очистить. Кого-то не очистить. Короче, получается схема, если ты хочешь его взять, и ты в вейт-листе, ты все равно приходишь на занятия, занимаешься, но тебе в зачет не пойдет, если ты его отзанимаешься. Но при этом, когда ты, она... Но у тебя есть шанс попасть. На момент первого урока она еще проверяет вейт-лист, чтобы все были. Потому что помимо официального вейт-листа, есть еще такие, допустим, кто приходит и говорит, я хочу брать ваш класс. Она говорит, ну, заводится листик, в который записываются те страждущие, которые... Они тоже ходят на каждый урок. И это схема у всех, и не только это? Нет, 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 это у всех работает. Просто, Сереж, не все в 3-5 минуты отчисляют. Нет, подожди, все вейт-листы все равно должны ходить на каждый... Все равно, конечно, а как ты... Ты так хочешь, что не хочешь, тебе что, позвонят, скажут, ну, приходите ему сразу. Ты же твое, аж ранее учиться о ней. Приходят. Но они не платят. Они не платят до того, как не зарегистрируются. Такая неплохая схема, можно не платить же пройти курс, а потом пойти заплатить и легко его пройти. Ну, ты много это курс, ты теряешь время, кто-то, когда... Ну, время понятно. Это самое ценное, что у нас. Ну, ладно, давай. И, в общем, ты пришла и в офис. В общем, да, я пришла и потом у нас она... Ну, лекцию она ведет, да, она ведет легко. В общем, никто никаких этих лекций не печатал, как она сказала. Все поприходили с таблетами, все поприходили с ноутбуками. Все сели и спокойно занимались своими делами. Короче, ноутбуков отсадили просто назад. Потому что все-таки, когда они что-то набирают... Они стучат. Немножко есть звук, и это действительно может быть ее, как вот, ну, раздражает. Ну, как меня раздражает, когда пассажиры сзади пьют воду и мнут бутылки. Пьют, как первый раз или последний. В общем... Я просто хочу сказать, что она сказала распечатать лекцию. Маришка такая говорит, мне надо лекцию распечатать. Я такой спокойно говорю, распечатаем. Ну, ты там буквы себе представлял. Да, я представлял себе конспект. Ну, когда вчера мы собрались идти, ну, готовиться к урокам и распечатать лекцию, Маришка мне показала. Там, блин, сколько я насчитал? 14 страниц? 14 страниц. Из них текста, блин, максимум на страницу. А все остальное, карты, схемы, в полную краску, в черно-белое, в цветное. А у нас пока еще струйный принтер. И, короче, если бы мы начали ее печатать, то этот струйник, он так чернила тратит, что нам бы просто хватило на первые пару листов. И третий, возможно, бы вышел наполовину, а может и нет. Поэтому мы сказали отказать. Ну, в общем, зайца, меда принтера уже вот прям стоит нормально, потому что у меня по вот этому последнему, от которого я пока еще прям прям уже своему сглотую, да, в этом семестре я просто буду не то, что как в том вот, да, что дети, как у вас дела, дети, я все еще ваша мама, и дальше пишу, да, то в этом я дальше, наверное, с ними здороваться не буду. Просто иногда ночью буду к ним заходить, поцеловать. Ну, она официально разрешила ходить с планшетом, с ноутбуком? Да, она сказала, ходите, ну, типа, эти назад, эти вперед, и типа, учитесь. Это типа умнее, чем если вы будете каждое мое слово там ловить, и пытаться зарисовывать от руки карту. Ну, рассказывай. Ну, в общем, она потом сказала, что сейчас хотите заработать, типа, экстра-поинтов. Она показала нам картограмму, показала карту, и сказала, вот посмотрите. Я сломаю, а говоришь? Фальше. И говорит, типа, и проанализируйте вот эту картограмму, блин, и что там, типа, ну... А, и что, вы тут не хотите? Против оружия что-то, по-моему. Ну, ладно. По-моему, посвятил что-то, по-моему, сейф дам что-то. Ну, не важно. Короче, говорит, проанализируйте у меня, как вы думаете, что она отображает. Я просто даю вам две минуты. Но, говорит, я вам даю шанс общаться с красмейтом, кто рядом сидит. Посмотрели мы с красмейтом друг на друга, там девочка сидит, да, я думаю, запрести ее, что ли? Ну, и что мы смотрим на эту картограмму, да? Начали анализировать, ну, до этого мы узнали, что такое картограмма, между прочим. Начали анализировать, есть ли, блин, Африка больше всего по размеру, указано на картограмме. Америка средненькая. Другие... Австралия совсем маленькая. Кто значит глупость повернули к вам Африку? Нет, 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 нет. Оно нормально, так у меня ничего. И Индия очень большая. Ну, блин, мы их с ней говорим. Наверное, там, где, типа, самая большая, где в семье большое количество детей. Китая нет. Начали думать, так в Китае что не пройдятся? Что там, там людей много, а детей-то в семье мало. А-а-а, записали, крас-крон-крон. Вторую картограмму показывает. А там Китай только большую. Ребусы какие-то. Зая, картограмма, это знаешь, что, вот как она нам объясняла, это, типа, я вас отправляю вот по билдингам галькамина походить и, типа, спросить у людей, кто любит больше, ну, любите ли вы мороженое? Я прихожу, допустим, в математический билдинг. Ну, чего вы тут мороженое любите? Не-не, не любим. Значит, я на карте галькамина маленьким рисую. Ну, понятно. Это большая. Только Китай большой. Ну, по-всякому думали. По популяции людей, ну, и в Африке тоже, знаешь, немало, блин, и в Индии. По технологиям тогда должна, технологии я сразу подумала, да, ну, что, китайцы все продвигают, да. Потом думаю, блин, ну, Южная Корея сто процентов должна была тоже попасть, не подходит, блин. Ой, короче, думали мы, думали, ну, мы же, думаем, раз там дети, значит, здесь. А Беларусь, айти, страна. Нет, ну, там. Короче, думаем, раз там мы привязали к детям, говорю, давайте посвяжем, ну, типа, что там только один ребенок и меньше в семье. Обо всех остальных. Ну, в общем, поаплодировали мы себе 100 после этого, задали. Ну, а тут хорошо, что, вот тут, знаешь, инициатива, то, что мы поучаствовали хорошо. Вот. Короче, первое отображало, как, типа, болезнь спида, ну, спид, насколько охватывает распространение спида. А там, где Китай большой, это экспорт игрушек. Откуда я могу знать это, понимаешь? По-моему, экспорт всего, блин, не только игрушек. Ну, в общем, она нас заверила, что скоро нам будет легко в этом разбираться. Офигеть, можно. Да, я прям буду смотреть на какие-нибудь, чьи-нибудь карты разбираться. Ну, и, в общем, потом она раздавала... Ну, это, короче, типа, вот, зимой и цветом одним цветом. Потом она... Зимой и летом одним цветом. Что это? Ну, вот как ты отгадаешь? Елочка. Ну, вот и нет, блин, пальма. Пальма, блин. Ну, примерно. Понимаешь, кто какую загадку придумал, такой себе ответ и придумал. Это вот ее схема приблизительно. А потом она другую карту дару проанализировать. Ну, похоже на наше побережье, да. И, значит, побережье светлое, а чем дальше от побережья, все темнее и темнее. И в итоге в одной точке все город сконцентрировано в очень темное. Но от побережья еще шло такая темная, как вот, ну, пороса к этому темному. Блин. Ну, мы, короче, вообще к городу с романей. Ну, решили написать, что инком людей. Да. И что ты думаешь? И мы угадали. Только не просто инком, да, ну, типа доходы, да. Куда меньше? Наоборот. На побережье живут богатые. Больше, ну, я сказал. Ну, в грудь в страну, мы вообще думали масштабами, что это страна. А оказалось, что это нашего, ну, нашего каунти, как бы, побережье, да. Чем больше к даунтауну, да. И даунтаун это, ну, короче, там и инком у людей плохой, и живут они так себе. И все у них, короче, неважно. А вот то, что от океана дорожка шла, да, ну, же самое стало интересно. Оказывается, в порту тоже очень плохие, ну, уровень жизни у людей плохой. И вот это она объяснила, что вот если, типа, эту карту расширяют, то мы будем видеть какой-то там фривейп, которые по дороге доставляются во всякие, в донтауны эти вещи, вот по бокам этой дороги, вот, тоже, короче, все фигово у людей. Но мы-то видим это все в сжатом, а у нас получается, что это тоненькое. Ну, вот так. И дала она домашнее задание, разрисовать карту, раскрасть ее. Мне нужны карандаши, но у меня карандаши есть тоже. А карта есть? Карта есть. Ну, она говорит, ну, это, говорит, вообще, говорит, и в кого есть дети, дайте детям, они справятся, типа. Ну, я, говорит, не рекомендую. Потому что, говорит, дети будут раскрашивать неаккуратно, а я увижу. Ну, вот. Ну, там, грубо говоря, Африка, она карта, и сверху она дает инструкцию, что делать. Типа, Африка красный, значит, я должна Африку красным закрасить. Там, Тихий океан зеленый, там, зеленый. Ну, к примеру, да. Вы готовы вообще к колледжу или... Я про это подумала еще вчера, когда я подумала в этом самом... Когда я тебе говорила по поводу политики еды, да, что вопрос, блин, что непонятно в классе, а можно поесть. Вот этот класс по географии длится полтора часа, они поесть спрашивают, да. Антону три минуты, чтобы перебежать с одному в другое. Ну, как такое может быть? Ну, а потом я пришла на класс по успеху. Кот, кто у нас успешный ученик? Аплодируем. Тот, кто внимательно читает расписание. Короче, нас училка протолила конкретно. На географии экстра поинты заработала? Да, да, мы все. Мы в одном поучаствовали, а второе случайно угадали. Так вообще хорошо. Красавец. Ну, мы по-всякому пытались привязать. Она такая, где тебе? Я говорю, ну нет, где типа бережья? Я говорю, нет, ну начали думать по бережью, типа анализировать. Ну, и в общем, как-то мы вышли на инком, на доход людей. Молодцы, молодцы. Пришла я на урок по успеху в жизни. Ну, и она такая, веселая, все. Я говорю, у меня есть пару вопросов, что-то вот я там не поняла. Она такая, ой-ой-ой, поздравляю, поздравляю, дают мне зеленую карточку. Получил твои мэрики. Я говорю, спасибо, спасибо. Она говорит, я буду говорить такие вещи раздавать персонально, но я говорю, хочу говорить сегодня. Ты, говорит, пока не говори, что это. Я тебе отдаю, говорит, но пока не говори никому в классе, что это хорошо, я говорю. Еще скажи, сколько тебе зеленую карточку? Из 41 человек опять был. Офигеть, вы красавица. Вот, да. Ну, значит, все, я села опять с той компанией, они мне понравились, хорошие мальчики, нас 5 сыгрят. В общем, все, сели, там класс начался. А, я у нее еще раз там какие-то вопросы спрашивала, то, что мне там, типа, непонятно. Спросила, говорю, где я вот это могу найти? Она говорит, иди в букстор тебе все продал. А, она сама издает какой-то там, ну, я покажу, зайка какую-то фигуру, короче, она издает, и, чухи, вот я за 10 долларов. Который, молодой. Да. С успехом она знакома. У них она нормально в успехе разбирает. Ну, и все, в общем, мы сели, она такая, говорит, ну, и что, как раз официально, типа, начинается. И говорит, я хочу видеть ваши, расписание. И говорит, я, говорит, говорю, предупреждаю, что больше никаких, типа, вот не будет такого, кто что знает, таком, да. Но я, говорит, хочу сказать, что те, кто внимательно читал, типа, расписание, сегодня получили зеленые карточки, говорит. И говорит, к сожалению, их только 5 человек, типа, на наш. Дружный коллектив. Жанна, ты молодец. Молодец, блин, да потому что я вчера уже не знала, с какой стороны еще подрести. Да я вчера акобанил, когда ты это... Какой-то сшиток, блин, с маркером. Короче, она дала на сегодня задание, в понедельник, да, просто прочитать расписание. Скажу вам так, как я уже учусь в колледже, это расписание могу пересказать наизусть, в каком плане расписание. Там идет политика кампуса, о том, что если ты знаешь, кто где-то кому-то насилие применяет, звони сюда. И каждый раз перечитывать, это в принципе, да, ну, ну, я нафига это каждый раз знать? Я и первый раз не особо внимательно читала. Но она сказала, типа, почитать и выделить важное хорайтером. Ну, я сидела, ну, половину, так просто черкала, блин, да, потому что я понимала, она сказала, что не будут это перечитывать. Потом я увидела одну большую, ну, как бы, скажем так, надпись, которую, думаю, блин, ну, у нас же учитель по успеху, значит, это надо выделить. Три шага к успеху, я их подчеркнула, как бы, да. А потом смотрю, там маленькими в середине этой, вот, блин, брошюрки, вот такого размера, да, маленькими буковками, какие-то незнакомые, блин, слова. Читаю, и она говорит, только те студенты, которые хотят действительно добиться успеха, читают, типа, ну, расписание полностью. Мелкий шрифт. Да, мелкий шрифт, типа, и всякое такое. Короче, это как в банковском договоре. Да, и она говорит, пришли мне, если ты прочитал, то пришли мне на e-mail почту, в тему, напиши экстра поинты, свою фамилию, и ответь на два вопроса. Как ты узнал об этот класс, и какие у тебя ожидания от этого класса? Я, честно говоря, да, я просто, я думаю, ну, вот же ты, женщина, интересная, да, быстрее давай строчить. Но, если честно, еще целый день в запасе был. Она говорит, даже если бы кто-то вот присрал мне, пока я не сказала, что официально класс начался, вот я бы, говорит, руку поднимала, оно пришло, я бы, говорит, вам засчитала. Вот. Ну и все. Получается, я ей ответила, как я узнала про этот класс, потом кратенько, минут на 40, расписала ей, какие у меня ожидания от класса. Ну, уже исходя из того, что я поняла, что она женщина фанатичная в этом деле, она всех сделает успешными. Я ей написала, что я хочу, блин, понять систему, как быть успешным человеком, я хочу это реализовывать не только, блин, в кампусе и в своей учебе, я хочу это объяснить своим детям. Ну, короче, там, в общем, я думаю, она читала, и по счастью, что встретила еще одного такого человека. Ну, и все. И потом, короче, мы что еще? А, потом начали мы в краю все, в красе все лица вытянулись, начали искать где-то, она не сказала где все, начали судорожно искать, не стать. Потому что надо было дома готовиться. Да, потом она распределила, дала такой, как, ну, опросничек, и говорит, вот ты найди это в расписании, ты это, ну, чтобы понимали, какие у нее офис часы, там, где ее можно найти, ну, и всякое такое, в общем. Ну, и все. Она потом читала, опять же, лекцию, как это важно быть, организованным, как важно контролировать себя, как важно не откладывать. Ну, а, и потом она рассказала вот эту систему, у нее, короче, система, я пока просто думаю, мне надо как-то мозг разделить на какие-то части, чтобы, блин, запоминать все. Короче, система, карточек участника, ты их можешь зарабатывать, для того, чтобы у тебя все было хорошо, как минимум, одну в неделю, как максимум, две. Это значит, грубо говоря, она задает вопрос, там, есть ли 6 на Марсе, ты так, хоп-рух, еще не подумал, а уже потом думаешь, есть, да? Вот надо так. Активно, короче, быть норм. Это то же самое, что было, помнишь, нам говорили в школе, про это говорили, что Антоша активный, что у них тоже это проверяют и мотивируют на активность в классе, чтобы не просто вот, вот она нас тоже мотивирует. Вот видишь, это все со школы начинается. И, в общем, она такая говорит, она. Кто что интересного нашел, после этого она как-то паузой, такая, кто типа для себя, вот что главное вынес с чтением моего типа расписания. Надо поднимать руку, я подняла, а потом думаю, блин, а что я скажу? Ну, я первая брака. Просто первый абзац взяла, прочитала. Нет, а я сразу вспомнила про эти три шага к успеху, что будь презент в классе, делай свою домашку и не откладывай, блин. Нет, ведь все, она мне эту зеленую карточку, да. Так что на этой неделе ты зазря сходил. Подождите, две уже получили? Ну, одну за то, что экстра-поинты и вторую зеленую, когда руку подняла, быстрее все. Как этот хлопал, не пингвина, помнишь, мотивирует? Ну, в общем, все нормально, потом я пошла книжку покупать, я отгоняла от книжки, книжка стоит 112 долларов. А вчера мы тебе за сколько купили? По географии? За, я ее купила сейчас, за 112. Подожди, Не за 112, я ее за 93 купила. А на Амазоне? На Амазоне она дороже используется. Мы тебе купили уже, пришло что-то. Ну, это к другому предмету, давай мы будем купать не себя. За 40 или за 30. А, по дешевочке. Да, мы же используем ее, покупали. А новая такая стоит 185 долларов. Ну, мы, наверное, покажем. Про книги расскажем отдельно. Так, значит, вот по нашим книжкам. Не по нашим, а по Маришкиным. Что мы тут заказали на Амазоне, в связи с тем, что это как бы в сторож, в сторожи, в Буксторик колледже стоит очень, очень, очень. Так, значит, вот такая книжечка по здоровью, по здоровому питанию и что там еще? По здоровью, по безопасности, по питанию для маленьких детей. Это Пачал Доверокнад, это тот мой специальный предмет. Который самый специальный. Да. Короче, стоит она 59,77. Эта книжка, скажем так, идет состояние как новое. Но она была, правда? Да, но она была. Вот. Вот здесь написано, что она состояние как новое. В общем, вот такая, ну, в общем, у нее состояние как новое, она не видно, чтобы она там была трепанная, грязная. Она без надписей, без отметок, это тоже все было отмечено. В принципе, ее можно возвращать, так сказать, если она не понравилась в любое время. Бесплатный возврат. Пришла она очень быстро. И стоила она в буксторе, не помнишь, что ли? 228 новая, 185 юзаная. 220? 228 и 185. 180 мы взяли за 60. Короче, в три раза дешевле, чем... Но, понимаешь, получается, теперь куда ее деть, это наш головняк. А так бы мы по окончании просто ее взяли. Получается, что если бы мы купили ее за 220 или за 180, то мы бы все равно 60 долларов за нее не получили. Ну, 68. А так мы ее, как она очень специальная, нет, они получали очень мало. Мы ее сможем попробовать продать через объявление. Ну, как ты говорила, это там делают. Так, и еще одна книжечка. Это книжечка по диаграфии. Книжечка стоит 30 долларов. Она, значит, покупалась, у нее тоже вот написано здесь, use it like you, то есть она была в использовании, но как новая. Вижу, как новая, ничего не мятое, ничего не гнутое. А вот немножко странички заложены. Ну, это не принципиально, не страшно. Это могло заложиться, даже когда ее упаковали. Ну, немножко согнута обложка. Немножко, не новая. Она так вот, как бы, заломана. Вот. Ну, зато здесь есть глобус. Это карта. Поэтому тоже, ну, карта, карта глобуса. Да че, грамотная, типа. Так, в общем, книжка класс. Книжка класс, она, возможно, даже потом пригодится детям. Возможно, эта версия. Вот. И стоит она 30 долларов, а в 100е? А 170 с чем-то, короче. Если бы мы купили за 170, ну, вот, 50 дали бы, а может, 30. Поэтому, ты знаешь, есть шансы. Ну, вот. Поэтому, как мы уже говорили, так сказать, выше, кто смотрел, уже услышал, что сама учеба даже стоит несколько дешевле, чем покупка книжек, потому что это только два предмета. И это уже получается 220, 180, 400 долларов. Есть еще два предмета. Вот. Ну, про них немножко позже, потому что книжки там и атласы, еще что-то не дошло. Все. В общем, иногда проще оплатить учебу, чем купить? Получается. Да. А книги нам? Могут книги. В общем, я купила эту книгу и уже потом проверила на Амазоне, я правильно купила. Но я в колледже купила. Есть, можно покупать книги новые в колледже, можно использованные. Я не торопилась. У меня до следующей пары было полтора часа практически. И я постояла и перебрала все, наверное, там, я не знаю, 30 этих использованных книг. Я выбрала себе книжку. Ну, в ней ни маркеров, ничего нет. Но ее вернули, она получается все равно использована. Вот. Я ее купила за 93 доллара. А следующая книга... А сдать, наверное, мы ее сможем долларов за 20, за 15. И сейчас Сережа мне заказал книгу за 60. Да, по-моему, что-то около 60 долларов. 60. А в буксторе в нашем Валькамин она продается новая за 228, бу за 185. Короче, бу-шку я взял за 60, можно за 40, но там, типа, не очень кондиция. Да, не очень кондиция. В общем, цена начинается от 40 и вот приближается к 200, типа, лучше, лучше, лучше. Вот, можно было вроде бы даже взять новую за 67 или 69, она с какой-то скитой была. Ну, я решил, что, типа, состояние как новое, за 40 нам очень подходит и тем более она приходит, вернее, за 60 она приходит быстрее. В общем, нам срочно надо было книга, поэтому я ее взял. Книга нам вот так нужна к четвергу. в общем, она, по-моему, завтра будет. Так она мне завтра нужна. к этому четвергу, ты говорила, к следующему. Домашку, к следующему делать. Я приду на урок без книги, она пока там объявит, как еще надо, у меня уже книга. Вот, ну, продолжим после непродолжительной паузы. книги стоят очень дорого, да, но мы практически все купили и последнюю, вот сегодня на последнем уроке я узнала последнюю книгу, которую мне нужно купить. Я проверила, на Амазоне она стоит 48 долларов, а девочки... Нет, многое много. А девочки покупали в колледже, в магазине 32 или 33. В общем, почему-то выгоднее в нашем фокусе купить. Так там, ты ее купил? Или купил? Да, нет, я ее сегодня не купила, я схожу ее куплю, ну, короче, на следующей неделе, она прямо не критична и не горит, за это там махал дарит. А, так. А, ну, в общем, у нас учительница по успеху, да, парень ушел среди уроков, в принципе, не принято объяснять кому-то, куда уходишь, и все эти учителя я так нормально понимаю. А она сказала, что, типа, я не разрешаю во время урока выходить и в туалет тоже нельзя, потому что ты дважды, типа, дестрой-крас, типа, вокруг тебя, говорит, рядом с тобой может, допустим, сидеть человек, который тяжело для концентрируется. Ты встаешь, шаркаешь, с дуром, уходишь, потом, если ты сидишь не с прохода, а там, четвертым ряду, да, ты, извините, я присязну, через всех проходить. честно говоря, вот я помню, когда мы ходили в Адалтску, то меня тоже немножко вырубало вот это вот хождение-прождение. То в туалет, то позвонить, то кофе сделать. Вот как на Мазарина каком-то было. Мне это тоже не нравилось. Давай будем откровенны. ну в туалет, я считаю... Там мне звонили со школы тогда с Катаринкиной, и что мне там, блин, Нет, подожди, Зайка, ну дело в том, что там, ну просто вообще вот, понадобо не надо, надо и не надо. Можно я, блин, я считаю, что, конечно, извините, профессор, вы не заварите мне макароны, это перебор. Ну в туалет, мне кажется, можно было. Ну конечно, что-то надо, какое-то движение сделать, ну разрешать, ну, ну как в школе было, блин, там, конечно, понимаешь, ну вообще, поэтому с одной стороны я ее понимаю. И в общем, к чему я это веду? Что удивительно, на это здание, оно, по-моему, у нас трехэтажное, да, один женский, один мужской туалет, обычно их много, в здании 5, 7, 8 туалетов. И в общем, в этом здании, когда с большего пары совпадают, все время в женском туалете аншалт, туда не зайти просто. Я знаю, что рядом с соседним нашим, где у нас Чао Деверлокмен преподают, что там никогда аншалт не бывает, мне проще пройти там полтора метра и зайти в соседнее здание. Я захожу, это еще было до начала урока, смотрю, блин, люди ходят в одинаковых майках, да, я прочитала, написано, я выжила на курсе 114, Чао Деверлокмен 114. Я думаю, блин, что за фигня, интересная такая, ну все, пошла я в букстор, туда-сюда, начинается у меня урок, приходит профессор Серванта, Синтия Серванта, у которой ты уже училась, у которой я уже училась, это которая мне, держала у меня в легком напряжении, я не знаю, какая там оценка будет, ну, короче, кто смотрел, тот, ну, в общем, в курсе, а кто хочет, пересмотрите, пожалуйста, прошлогоднее. в общем, и она такая говорит, если, говорит, вам, говорит, до этого кто-то говорил, что это самый сложный, самый ужасный курс, который можно взять, тем более, со мной, и такая пауза, она говорит, поздравляю, вы все зачислены в этот класс, ну, и мы такие смотрим на нее, она говорит, да, это будет тяжело, это будет сложно, будет сложно всем, на этом курсе нету, говорит, кому-нибудь легко, даже мне, говорит, сложно, потому что я должна всю вашу, типа, описанину проверять, но вы, отсюда выйдете профессионалом, я вас, говорит, уделяю, и потом, я не знаю, или она договаривалась с девочкой, что она зайдет, эффектно появится, да, или она шляла, ну, ходила по коридору, потому что, ну, заходит иногда, там, кто-то кому-то перемахивается, да, и она такая, говорит, типа, прошу, и это старый мальчик развернула, такая, и она говорит, типа, welcome, типа, на курс, поздравляю, и потом она, выдавать будут потом, если кто-то прошел, или как, вот, и потом она говорит, что это, если вы пройдете этот курс, она говорит, я вас уверяю, говорит, что все остальное, что вы будете брать для достижения своей будущей профессии, да, говорит, вы будете делать вот так вот, вот так вот, говорит, вы не будете, говорит, прямо, говорит, сосредотачиваться, вот, если вы пройдете, говорит, значит, поздравляю вас, вы практически устроились на работу, а если нет, говорит, вы можете взять курс еще раз, так, а вот этот класс, который, как бы, было бы хорошо взять перед этим, но нам не подходил по расписанию, тоже она ведет? да, но он легче, и те краски, которые онлайн, нужно будет брать, тоже она ведет, ну, она видишь, незаменима, боже мой, она такая, говорит, я сегодня немножко дестроит, но это, говорит, уже легче, чем, говорит, было в понедельник, в понедельник мне, говорит, надо хотелось, короче, говорит, я еще ребенка кормила в 3.45 утра, у нее ребенок же маленький, не помню, да, говорит, а в 4.30 я уже планировала быть в кампусе, я думаю, еще одна преданная профессии до безумия, в 4.30 утра? да, она была уже в кампусе, офигеть, можно? ну, как я понимаю, она гильотину там где-то устанавливала для тех, но она, она, понимаешь, она, да, вот такая тоже повернутая, да, как она говорит, сегодня мы обсуждали какие-то, ну, такие вопросы, мы опять же расписание это смотрели, все, но она, она с другой стороны многое разрешает, она говорит, мне все равно, говорит, по какой причине вы уходите из класса, мне, говорит, не важно, вам звонит муж, вам звонит ребенок, вы идете, говорит, просто прогуляться, я вам надоело, просто делайте это тихо, и все, и у нее требования, чтобы были отключены все, убрано любые телефоны, все это, ну, чтобы не было никакой, вот она любит, чтобы писали много, под диктовку, и так, что ломаются карандаши, пока пишут. Ну, и что, закончим еще что-то будет? Нет, но я еще хочу рассказать про наши, будущие работы, как-то страх. Тогда, после паузы. Ну, в общем, и в целом, есть, она на сегодня даже, поимела, так сказать, поимела, я не знаю, желание сделать нас счастливыми, отпустила на 40 минут раньше. Хотя она никогда не делает. Нет, это не она отпускает? та, которая всегда отпускает, я к ней завтра. Это она выдерживает в 5-10, она нас будет выпускать, я чувствую, блин, и салонку. Ну, в общем, не важно. Она очень долго, упорно рассказывала, как нам будет тяжело, но мы должны понять, что мы должны это сделать, что многие на этом классе, наконец, типа, отсеиваются, кто хочет идти, кто не хочет идти в профессию, и вам будет сложно. Я вам говорю, это просто обещаю, я вам гарантирую, что это будет сложный курс, будет много работы, будет много письма, и уже к 18 сентября мне нужно иметь на руках, мы завтра зайка будем, или в пятницу мы будем заходить в школу, узнавать, как найти мой ТИБИ-тест, вот этот, что я на волонтерах тогда сделала, потому что мне, короче, мне к 18 сентября нужен ТИБИ-тест этот, да, и... Подожди, так он должен дома у нас сделать? Мы не сделали тогда все на копии, мы оригиналы, и за ней стоили. А я говорю, мы это делаем? Ну, мы пойдем в школу, и попросим, что-то нам нашли, что-то как-то можно это найти, по идее. Или уже тогда пойти туда, где мы делали, и попросить их, у них тоже должно быть это же, в пайле. Ну, наверное, ну, в общем, надо найти, иммунизейшн рекорд, нужен мой, какие прививки у меня сделаны, какие не сделаны, и... и что? Так это надо для нее, для чего? Ей нужно принести, потому что принести ей, она запишет, что это все есть, и принести место, что я уже выбрала место, где я буду проводить осмотр этого ребенка, какой садик. Она сказала, вы можете пойти в частный, она не ограничивает нас. Дейкая, какой-нибудь частный, фэмили Дейкая. Перед нами сейчас стоит зеленая машина через дорогу, такая танцующая, на которых ездят либо мексиканцы, либо афроамериканцы. В основном, это очень часто бывают либо Кадилаки, либо Линкольн, на них ставят маленькие колесики, ну и они там начинают типа прыгать, когда тусуются. Если нам повезет, то она повернет перед нами. Вот, ну и чего там? Ну, короче, 18 сентября, это, мне до 18 сентября нужно определиться с преском, с этим договориться, что меня возьмут туда на 2-3 часа на обсервейшем. Короче, нам в какой-то день надо поедать. Надо поехать, попроситься. но она горит, обычно горит, типа не отказывает. И скорее всего, есть план. Скорее всего, потом туда же нужно со своими этими, со всеми иммунизейшн рекордами. Ого, подпрыгнула, видишь? Поднялся какой-то чик-чик. Ну, поворачивай быстрее, дядька, мы уж на тебя смотрим. Блин. Со всем этим прибыть туда день чем? Нормальный какой-то будет. Вот. Такие дела. Короче, надо пойти к этой подруге, которая звонила насчет бассейна. Как ее зовут? Оля. Куда Максимка ходит? И туда пилить столько. Зайка, у нас рядом столько прысков, да? И что, Максимка осмотр провезет? А почему нет? Ну, так мы можем... По крайней мере, если мы пойдем в рядом и нас не возьмут, то мы можем говорить, а то ли там ничего не зависит. Мы можем подъехать и прямо там узнать. Ну, как не зависит? Все-таки это ее ребенок? Моя знакомая с моим ребенком посидит чисто. Разрешите? Ну, зай, одно дело, ты приходишь в незнакомую эту самую... Она сказала, что типа... Не должна отказывать? Да. Что это нормальная практика. Типа... Ну, естественно, при себе там можно было документы, слух, нет? Ну, я думаю, мы здесь будем подсюда. И, короче, под конец у меня уже и голова стала болеть, и я уже... И очень душный класс, и прямо в нем не то, чтобы не кондиционировал, как бы, тучинь, как будто туда кислород не поступает. Ну, или это уже от всего, от этого, от усталости. Ну, а в конце он сказал, вообще, вы же говорите, знаете, что я очень фликс по персам, типа, она очень гибкая, говорит, я, говорит, в отличие от других профессоров, она говорит, я даже принимаю работы, которые позже сдаю. Я, говорит, очень добрая и хорошая. И вообще, ну, все сидят такие, знаешь, как прибиты, смотрят на них. Она говорит, давайте тогда, вот, чтобы немного расслабиться, расслабимся и разойдемся. Поиграли мы в игру, типа, три факта о себе нужно было написать. Три факта. Два факта, которые правда, и один, который неправда. значит, ты встаешь о себе, говоришь их, а класс угадывает. И что, вы угадали тебя? Никто не угадал, потому что, ну, мне кажется, никто не мог предположить, что в Америке у кого-то драйвов рафельса нет. Но не поверили, что у нас на балконе живет белка. Я написала, ну, я встала, представилась, что, типа, я Марина, у меня трое детей, у меня на балконе живет белка, которую я кормлю каждый день без 27, и у меня нет драйвов, все такие, а-а-а, белки нет. А ты такая, ну что, лошары, съели, блин. это самое. Сервантес потом, когда, ну, все там начали, я показывала видео, где Катарина белка была. Это самое. Сервантес такая, говорит, я очень, очень надеюсь, что, когда ты будешь, типа, ну, граду, говорит, что у тебя уже будет, типа, ну, райзен. Я говорю, я сама, говорю, на это очень, очень надеюсь. Ну, если, я говорю, так будет тяжело и много учиться в вашем красе, то я даже не знаю, когда я смогу их порухить. Ну, ничего, ничего. Я этот класс, говорит, она люблю. Этот класс, он для меня как индикатор тех, кто может быть в профессии или кто нет. А вы знаете, говорит, почему я вот так вот, говорит, очень сильно, ну, она слово сказала, но я его честно скажу, я его значение для себя представляю, повторить не могу, да. Ну, короче, вот, как бы, почему я так требовательна к студентам, почему я их, типа, ну, прям вот, очень, очень, типа, терзаю. Да, потому что она говорит, я сама очень вовлечена в профессию, я люблю свою профессию, с детьми я поработала, она была принципом в школе, она была, как Антоша сказала, это директор называется? вторым принципом. Vice, Vice Principle какой-то, короче, директор и помощник директор. Она поработала, как, тот, кто в социальных этих сферах работает, приходит на дом к детям, с диссабилицей. короче, у нее обширный опыт, плюс она давала вебра тренером тех, кто и решил вернуться в образование. типа, мне 40 лет, и я решила пойти продолжить свое образование. Ну, в общем, она, и она говорит, но самое, почему, говорит, я на вас, на всех подозрительно смотрю, да, и, говорит, и требую много, потому что, говорит, у меня, говорит, младшие девочки сейчас 20 месяцев, и она, говорит, я, просто представляю, вот, хотела бы я, чтобы, ну, к тебе попал мой ребенок, или нет. И она говорит, я очень-очень требую, и, говорит, и вы перестанете меня осуждать, когда посмотрите на это со стороны, с вот такой вот, что ты вот, кому бы ты хотел, к тому, кто, типа, там, ха, это не важно, там, или еще что. Ну, и опять она полчаса уделила тому, что рассказывала, что все, что в классе рассказывается, все, где в классе она что-то узнает, она, говорит, я должна рекордить, поэтому, говорит, думайте, что вы говорите, думайте, что вы говорите о себе, думайте, что вы рассказываете, вот, я, там, ага, ну, говорит, бывает же, что люди сидят, разговаривают о чем-то, рассказывают, вот, видел, вчера моя там соседка, типа, отшлепала сына, ну, к примеру. Она говорит, даже ты не мне рассказывал, но я мимо шага. Она говорит, я не могу оставить это без сну. И я, говорит, я должна дать сигнал. Вот такая прикольная система. Тяжелый день. Пойду карту разобрать. А паузы мы делали для того, чтобы докупить какие-то канцтовары? Потому что без Даракора моя учительница не представляет успешного студента. Да, это по успеху студента, учительница. Такой же Даракол нужен Антоше. Он стоит 1,18$. Вот. Еще там мы покупали какие-то тетрадки, папки. Две тетрадки и папки. Это все по шестям. Короче, в общем, да, кстати, тетрадки мы купили в долларовом магазине, только не в центах, а которые 1,03$ называется, но тоже все по доллару. А вот Дараколов мы не нашли, потому что... Когда они не надо, они там висели за игру. Как надо было, так и в центах не было, и в этом. И поэтому мы заехали, купили в Волмарте его за доллар 18, но я хочу сказать, что если собирать ребенка в школу в Волмарте, то вот как мы говорили там, ну, 10 долларов можно потратить, 15, все зависит от того, что ребенок хочет купить, потому что до 6 класса вообще больших требований нет. Он может ходить с тетрадкой, он может ходить с листиками, он может ходить с папкой, там, с карандашами, с фломастерами, но все, в принципе, дается и в школе. Оно не в принципе дается, оно дается. Да. Допустим, вот мы с Сашей, Саша у нас 3 года отходил к киндергаду, Тикея, киндергаду и 1 класс. Да, мы покупаем рюкзаки, мы покупаем пеналы. Это потому что, ну, он освежает, ну, я не знаю, он собирается в школу. Да, ему надо вот это вот все действие. По идее, он свой пенал прошелогодний, да, я ни разу не видел, чтобы он доставал. Он когда в конце года разбирал их на рюкзаки, он выглядел как новый. Но все равно эта движуха какая-то. И поэтому, скажем так, вот что до 6 класса захотели купить, там выбрали какие-то карандаши, ручки, стирки, все это стоит, вот, ну, порядка 10 долларов. Но если это начинать покупать в Волмарсе, то это может стать в полтинник. Вот. А вот уже в 6 классе уже есть определенный список определенных вещей, то есть не только, что там ты хочешь карандаш, ручку, но надо вот горокол, надо определенные папки определенного размера. Ну, Саша, все равно получается, когда мы покупали этот центр, даже в 6 раз мы уложились там, ну, в классе. Я просто говорю к тому, что уже в 6 классе появляются какие-то надо специальная папка, надо специальная тетрадка, надо то-то, то-то, пятое декорство. Ну, с формой, короче, Антуши, наверное, в долларов 100 в Волмарсе. Нет, нет. Жаль, ну мы за форму только 45. Ну, ну, констовар, ну, на 20-ку максимум. Вот такие дела, задавайте вопросы. И рюкзак, да не будет даже сутки. Ну, да, рюкзак все-таки не будет. Ну, копеечный. Вы были на канале Наша жизнь в Америке. New Life is my life. И увидимся в новом влоде. Всем пока-пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok